Я буду говорить в основном про довольно простые вещи, про уровень команд. Тем не менее, как ни странно, чаще всего именно про них почему-то и забывают. Давайте знакомиться более подробно. У меня суммарно где-то около 15 лет опыта в IT. 10 из них я занимаюсь project management, 5 из них я работаю как консультант, как agile консультант. Специфика этой области в том, что мы параллельно ведем несколько клиентов, несколько проектов. То есть получается в стандартной схеме ты работаешь на какого-то клиента, то есть ты там работал-работал, решил уволиться, пришел к другому. Тут специфика такая, что до 4 клиентов ведется параллельно и, соответственно, опыт нарабатывается очень сильно. Что еще интересные специфики? Мы понимаем, что если все хорошо, то, наверное, консультанта никто звать не будет. То есть зовут зачастую когда-либо все слишком хорошо и просто уже некуда деньги девать, но чаще, когда все очень плохо. И именно поэтому у меня есть довольно богатый опыт файлов, потому что зачастую я приходил в команды, где все плохо. То есть зачастую что? Команды не деливари. И пытался это быстро починить. Зачастую опять-таки фишка консалтинга в том, что это нужно сделать быстро. Есть у меня тоже всякие бейджики. В принципе, это не самое главное. Хотел бы немножко познакомиться еще с вами, чтобы понимать вообще, кто в аудитории, кто представлен, кто здесь представляет касту менеджмента. То есть agile коучи, менеджеры, возможно, тим-лиды. О, вот на слове тим-лиды пошло. Хорошо. А технические люди, там, девелоперы, архитекторы. Есть кто-нибудь? Окей. А с тестированием как? Тоже есть, круто. Окей. А кто все остальные? Понял. Ладно, хорошо, круто. Окей. А вот у кого из вас, если говорить про фейлы, кто сейчас работает, может, или работал, или видел, вот явно такие проекты, которые с помощью agile, scrum, kanbana, вот все шло не так, или что-то шло не так. Вот у кого есть опыт фейлов таких в agile? То есть, ну, где-то треть есть, да? Круто. Остальные пришли посмотреть, как все-таки это делается, то есть как зафейлить. В моем пути чаще всего, как я уже сказал, как раз на простых вещах люди спотыкаются. Такая вот аналогия у меня возникла с утра, когда там пил кофе с кофе, да? То есть в каких-то местах делают классный кофе, в каких-то местах делают паршивый кофе. И это не значит, что кофе в целом не очень, потому что вот у многих послевкусие остается после применения каких-то agile практик, там, ask rum, да, мы пробовали, спасибо, не надо. Вот то же самое с кофе. То есть его можно сделать хорошо, можно сделать плохо, это не значит, что кофе в целом не очень напиток, и те ребята, которые делают его плохо, они лузеры и будут до конца жизни его делать плохо. То есть это тоже не так, это все можно поменять. В моем опыте как раз происходило так, что были неправильные имплементации, причем на самых таких очень фундаментальных вещах. Есть вот такая вот картиночка из интернета, которая по большому счету показывает банальные вещи из того же скрам-гайда, про то, что не нужно менять в течение спринта то, на что команда закоммитилась. Я вот, кто был на предыдущем докладе, я стараюсь избегать английских слов, у меня не всегда получается тоже. Не нужно опять-таки что делать? Брать в работу юзер-стори, которые явно на это не готовы, команда не понимает, что делать, плавающие какие-то критерии готовности, изменение состава команды в течение прям спринта, потому что мы не можем же velocity мерить и так далее. То есть это все понятные вещи, но чаще всего, несмотря на то, что они везде пишутся на всех тренингах, об этом говорится, люди все равно про них забывают, все равно делают такие глупые ошибки, скажем так. Они очень простые, их можно не делать. Что я бы хотел в дополнение к этому сказать, то, чего нет на этой картинке, это три ключевые роли. Я буду говорить про скрам. Кто их помнит, кстати? Большинство. Есть у нас там product owner, скрам-мастер и, собственно говоря, команда. В перерыве как раз вот я общался еще с одним докладчиком, так вот очень бегло мы обсуждали, а какая роль самая важная вот из этих трех. И тут мнения разделились, да? То есть скрам-мастер, команда, продукт. Кто без команды, а кто писать будет? Без продукт, кто там давать будет? А без скрам-мастера, то есть кто это будет все там собирать до кучи? В моем опыте, когда мы заходим в команды, ну мы, потому что я чаще всего работаю не сам, а с кем-то в паре, первое, в принципе, что мы выстраиваем, это product ownership, и чаще всего с этим возникают проблемы. Вот чаще всего это вход, потому что product owner – это вход в команду, это требования, это то, с чего все начинается, а то, что мы даем на вход, соответственно, то мы получаем и на выходе, то есть из чего-то там пулю не слепишь. И получается, что это должность, это не должность, это у нас роль, некоторые это делают должностью, выделяют прям вот конкретно, ты product owner, это твоя должность, ты занимаешься этим, вот твои команды. Это встречается очень редко в моей практике, чаще всего все-таки это люди, которые занимают еще какие-то должности, там CTO, CEO, маркетинг, sales, что угодно, то есть что-то, что связано так или иначе с продуктом этой компании, ну да, этой компании. И product owner, какие с product owner возникают проблемы? То, что постоянно нехватка, то есть команде не хватает product owner, он постоянно занимается чем-то еще. Бывают и противоположные случаи, когда product owner, наоборот, их там пять на одну команду, какая-то там digital agency, например, то есть это там куча силов, они что-то там напродавали-напродавали и все пришли в команду с кучей реквестов, то есть тоже там есть такие, там стандартная ситуация на самом деле. И с product'ом еще есть такая проблема, что то, что я слышал от команд, что они слишком технически лезут, куда им не надо, вот Андрей рассказывал, там сеньорный чувак залез, там сам фичу напилил. Либо, например, другая ситуация, когда ПО вообще не технический и это реально начинает парень команду, что он вообще не понимает, о чем мы говорим, то есть тупо не можем объяснить человеку, для него это такое, это же один час, то есть мы в техноре понимаем, что это две недели делать. И что в этом случае делать? С product owner все-таки, несмотря на все эти кейсы, вот чаще всего, то, что я вижу, это нехватка. Я не знаю, вот как в вашем опыте, вот кто сталкивался с тем, что product owner не хватает, он что-то еще делает? Да, то есть довольно много. И у меня такой же опыт, потому что вот с помощью этого слайда можно как раз размять шею, подсчитать, что там на фиолетовой части написано. Это смежные области, которые product owner, он за них не отвечает, но он зачастую их саппортит. То есть он должен понимать, что там происходит для того, чтобы эффективно выполнять свои обязанности. В оранжевой части то, за что product owner, в общем-то, ответственный. По большому счету, да, то есть vision, leadership, product backlog, опять-таки roadmap. Release management имеется в виду не технически, а release management в плане управления сроками, понимания, когда, что должно выкатываться и так далее. И зачастую, как я сказал, product, он где-то занимает, где-то в фиолетовой ячейке что-то делает. Не обязательно фиолетовой, но очень часто там где-то либо в sales, либо в SEO, либо еще где-то. В общем-то, спасибо пичлеру за эту картинку. И получается, что не хватает. Очень сильно не хватает. Что с этим делать? Если посмотреть на уровне вот таком банальном скрамовском и простеньком, то от product, в общем-то, не так много и требуется для нас в спринте. То есть он что, нам должен дать фичи либо не дать, сказать, какие-нибудь делать, приоритеты и какое-то общее направление. То есть куда мы идем, что мы делаем вообще. Ну да, и, конечно же, потом приемка. То есть это человек, который принимает. Опять-таки совсем недавно я сталкивался с кейсом, когда однобарышнева на PM, она отказалась практически довольно грубо делать какой-либо скрамоподобный процесс, потому что не было product owner в команде. Вот, нету и все. И на стороне бизнеса нету, они никого не могут выделить и все. То есть тут это не взлетит. Я никогда не был так категоричен, потому что вот эти все вещи простые, их можно разрезать по большому счету на такие кусочки. То есть, как я сказал, вот эти бизнес-реквесты, фичи, которые делать, которые не делать, общие приоритеты. И давайте вот вместе подумаем. Бизнес-реквест и фичи, которые команда должна делать, можно ли получить от кого-то, кроме product owner. Если да, то от кого? Да, то есть есть опять-таки силы, есть какие-то стейкхолдеры, а возможно есть даже или есть возможность взять в команду бизнес-аналитика, который будет, ну, в какой-то стиле proxy product owner еще называться, который будет проксировать вот эту вещь между командой и бизнесом, и команда будет понимать, что делать. То есть, в принципе, это можно забрать, раз. Дальше, фичи, которые не нужно делать. Тут уже, тут и команда на самом деле включается. Если команда дает очень большой estimate, то они сами понимают, что, наверное, это в ближайшее время там никуда не пойдет, по крайней мере, пока его не порежут мелко. Либо техническая возможность имплементации этого функционала. То есть, если команда видит, что это технически невозможно, то, очевидно, вот оно не будет сделано. Бэклог, story, acceptance criteria. Я вот уверен, что в аудитории есть люди, которые имеют опыт помощи product owner с этими вещами. Вот я больше чем уверен, потому что это проще всего делать, и Scrum Master может с этим помогать, и тестировщики QA, которые есть в зале. Сталкивались ли вы с помощью в этом? Вот QA в этом очень классно могут помочь, потому что, опять-таки, acceptance criteria являются очень хорошим входом для тех же самых тест-кейсов, каких-то проверочных вещей. И, собственно говоря, QA нам помогает в конце проверить этот весь функционал. То есть это тоже легко отдается. И, собственно говоря, приемка. Если у нас QA участвуют, а вообще они должны в UAT, то есть в user acceptance тестировании, то приемка тоже отдается им. Из этого всего ключевым, таким, что вот никак я не могу придумать, как отдать, остаются приоритеты и общее направление движения компании. То есть это то, что мне сложно придумать, на кого передать. Это действительно должен быть человек, но для этого уже не нужно такое большое вовлечение в команду. То есть это что-то, что человек должен знать, являться там частью руля компании, знать, куда мы движемся и иногда давать апдейт, и этого будет достаточно. Кейс, который у меня был, я стартовал клиента, на бумаге был очень простой проектик. Он сказал нам даже QA не нужны, ничего не надо, то есть мы все сделаем. Я начал узнавать, что он делает компании, что компания вообще делает. Оказалось, что он занимает роль COO slash CTO slash head of один department там еще. Звучало многовато. В принципе, я сразу заподозрил, что product owner будет не очень в плане своего времени, как минимум написания каких-то требований. Благо он со мной согласился, но сказал, что QA нам точно не нужны, потому что проект маленький, проект, кстати, затянулся на три года в итоге и был успешен. Но моя интуиция мне бы сказала, что как раз вот QA, который возьмет на себя, спроксирует вот эти вещи для product owner, это будет идеальная ситуация, и благо оно таки сработало, таки оказалось. Это была компания, которая занималась мобильной рекламой. Сейчас ее купила компания Opera Mediaworks. Наверное, многие ее знают, они крупные. Но если бы тогда это не было сделано, то оно бы точно завалилось, потому что некому это было бы делать. Этот человек на самом деле не справлялся, не то что на уровне команды, он со своими, как C-level, он со своими бизнесами никак не справлялся, он не успевал. И, возможно, у вас есть какие-то еще из своего опыта, я думаю, у вас суммарно у всех вместе точно опыта больше, чем у меня, какие-то вещи касательные product ownership, которые вот точно не стоит делать. Может, кто-то хочет вкинуть что-нибудь. Да, спасибо. Вот это очень классный комментарий, и он, более того, очень классно ложится на пример, который я привел в той компании, в которой я работал. Там ровно такая ситуация и была. То есть ПО приходил и говорил, я это не заказывал. Там была немножко другая специфика. У него из-за того, что он был очень сильно загружен, он очень много вещей забывал. И мне иногда казалось, что немножко даже ненормально забывал, то есть так на грани, к сожалению. И пришлось, в принципе, с одной стороны пришлось, с другой стороны, это меня натолкнуло на очень правильную мысль, которую вы озвучили, то, что должна быть очень хорошая синхронизация. Если кто-то что-то проксирует, то обязательно должна быть очень сильная синхронизация. И человек, который был вот этот кей-прокси-продакт-оунер, мы начали ездить, опять-таки были бюджеты, то есть мы ездили часто в Данию на ту сторону, очень много общались. И были ежедневные синкапы, не с командой, а именно с ПО. То есть там буквально 5 минут. Часто мы их отменяли на самом деле, но они в календаре все равно были поставлены, и это было важно. И была вот эта синхронизация. С его памятью мы тоже решили, кстати, проблему так, что когда мы брали что-то в спринт, письмом отправлялся весь список, он должен был написать, что это аппруфт, мы брали, потом он приходил на темы и говорил, ребята, я это не заказывал, мы открывали письмо. Он такой, а, все, я вспомнил, я понял, зачем это, все, поехали, все нормально. Такое было. Синхронизация – это ключ, конечно, здесь, если мы размазываем. Ок, хорошо, давайте двигаться дальше. Дальше у нас идет скромастер. Скромастер у нас не должность, скромастер у нас роль. Соответственно, эту роль, опять-таки, первая идея, когда компания все-таки решает идти agile way, делать какой-то скром, у них возникает идея, хорошо, нужна новая роль, сейчас мы ее кому-нибудь там, в принципе, впихнем, и она все взлетит, поедет. Первая идея, там, все равно у нас там много девелоперов, там есть какой-то девелопер, который из всех выделяется своей экстравертностью, вот он у нас может стать скромастером. Как вы думаете, когда наступает конец спринта, и надо выполнять все-таки свои коммитменты, то есть завершать все фичи, которые брались в спринт, и параллельно нужно, наверное, готовиться уже к демо и ретро. Что будет делать программист? В моем опыте он все-таки девелопит, потому что был дан коммитмент перед командой всей, потому что в скроме у нас что, команда отвечает за результат, то есть если он свою часть не доделает, то он подведет всю команду. Конечно, он будет стараться закончить фичи. И следующая идея, которая может возникнуть, в принципе, у нас же есть такой чудесный парень, которому мы уже обсудили, product owner. В принципе, это отлично, можно скинуть на него, все равно он у нас роль, мы ему дадим еще одну роль, и, в принципе, будет все роль на роль, дает уже полноценного человека, то есть все хорошо. Но и с этим есть нюансы. Почему-то считается, что это антипаттерн. Почему-то классического PM как раз разрезали на эти две составляющие, скром мастер, который должен защищать команду, и product owner, который по классике все-таки старается побольше туда пропушить. И вроде как оно не очень сочетается, может шизофрения начаться, хотя, в принципе, люди, которые там сертифицированы как NLP-практики, владеют вот этими всеми психологическими штуками, они могут переключать эти шаблоны, в принципе, сочетать две роли. Я пробовал, в принципе, ну, может такое быть, но опасно. И еще есть такой момент, что product owner, на самом деле, зачастую не дешевый парень или барышня. То есть, как мы говорили, это очень часто люди с каких-то там C-позиции, либо VP-позиции, хедов чего-то, и ему эта роль часто не очень хорошо заходит. Поэтому остается вариант двигаться дальше. То есть у нас остается QA, можно им отдать. Вот это очень хороший вопрос, кстати. Если говорить про скромастера, то вот тут поинты, то, что я расписал. Ну, скромастер очень часто, вот, кто был на предыдущем докладе, кстати, там про Израиль было немножко, я работал тоже с Израилем, там очень есть такая классная штука, что скромастер должен хорошенько пушить команду, это его ключевое, как бы, ну, не свойство, как это слово будет, то есть это его обязанность, он должен пушить команду. И это израильская реальность скромастеринга. Но я хотел, вот, чтобы ответить на этот вопрос, я думал, что я найду очень простой график и покажу стресс в течение спринта для каждой роли. Что-то, то ли я хреново гуглить стал, не знаю, у меня не получилось это найти, поэтому мне пришлось в АПХ рисовать самому, поэтому, сори, что это будет не суперкрутая красочная картинка. Я немножко про нее расскажу, но давайте тоже ее запаркуем, если что, более детально обсудим, то есть это мое видение, как происходят вещи в спринте. Опять-таки, поскольку мы говорили QA и скромастер, QA у нас желтенькая линия, скромастер зеленая. Очень легко посмотреть, что будет, если мы наложим эти линии друг на друга, то есть где у нас будут пики. Понятно, у скромастера пики идут на ключевых, ивентах, ивентах, как будет на русский язык, на ключевых событиях, да, скрома. То есть это спринт-планинг, это ретроспектива, демо, возможно, бэклог-рефаймент, потому что груминг не рекомендуется использовать, потому что оно имеет не очень хороший перевод, по крайней мере, в UK. И если мы посмотрим наложение этих графиков, то есть, допустим, желтый наложим на зеленый, на самом деле картинка получается не такая уже плохая, если мы будем накладывать, например, программиста. Красного на зеленый. С QA есть одна особенность, которая позволяет, в принципе, немножко с этим поэкспериментировать. Это то, что QA является последней стадией в оценке. Скажем так, если тестирование не закончено, и фича не заправлена QA, то, в принципе, мы не можем сказать, что она done. Особенно, если это часть нашего definition of done, а я надеюсь, что это действительно так. И по большому счету QA не перейдет к подготовке демо и ретро, пока его работа не будет закончена, и фичи не будут забракованы, либо не будут заопровлены. И в моем опыте как раз QA и XCram Master в принципе получается совмещать лучше всего, чем какая-либо другая роль, потому что все остальное начинает в той или иной мере очень сильно конфликтовать. Как вам это заходит или нет? Вот пересекается с опытом у кого-то? Да? Нет? Ну, это очень спорная тема. Лучше вообще, естественно, не совмещать. Но если говорить опять-таки про сейфы всякие и так далее, я работал в сейфе, как раз у нас были несколько команд в Украине, я сам из Киева, и там не было чего-то, благословения, бюджета, не знаю, на отдельных скромастеров, и поставили скромастеров в принципе про активных, хороших ребят, девелоперов. Они были так ближе уже к тем тех лидам. Оно все работало довольно-таки неплохо, как только не начинались проблемы с перекоммитментом, когда они брали чуть больше, чем они могут сделать, и начинался такой большой уровень стресса в конце спринта. И тогда у них все начинало лететь, то есть вот эти демо, ретро всегда отменялось, ну потому что там точно не до ретро, то есть там до фичи финалить. Вот, поэтому давайте двигать дальше, можем вернуться потом к этому графику. Девелопер и кей, все слышали вопрос, кстати. Девелопер и кей, конфликт между ними заложен в этой системе по умолчанию, то есть это правильный конфликт в системе для того, чтобы обеспечивать хорошее качество. Если туда кейм вкинуть скромастеринг, есть, но работает неплохо, потому что скромастер все-таки за команду, и кей, он часть девелопмент команды, которая вся команда ответственна за результат. То есть в принципе оно нормально сочетается. Если нет там никаких перегибов очень сильных в культуре, что прям действительно очень жесткие конфликты идут с девелопментом, но это уже какая-то нездоровая ситуация. Окей. Ну и собственно говоря мы уже переходим потихоньку к команде. В команде можно зафейлить. Вот это самая классная почва, чтобы фейлить. То есть тут уйма вариантов, что можно делать. Можем их вместе понакидывать в принципе. Первое, что я хотел бы озвучить, скрам, скрам гайд, если кто-то читал, там все 18 страниц, то есть можно прочитать довольно быстро. Говорит о том, что у нас нету тайтлов. У нас есть все, все называются девелоперы. Девелопер. У кого так? Я только одну руку увидел. Не очень. Не соответствует скрам гайду, и там написано более того, что no excuses. И получается все пытаются делать скрам, и все делают неправильно. Получается не соответствует скрам гайду ключевое. Хорошо. Едем дальше. Размер команды. У кого команда больше 9 человек? Тоже 6 плюс минус 3. Не по фэншую. Неправильно. Но если читать скрам гайд, то все, так не работает. Нельзя. No excuses. Тут не помню, но насчет тайтлов я четко для себя даже пометил, что no titles, no excuses, только так. Какие еще, это я сейчас так нагнетаю проблемы, которые на самом деле немножко троллю, не считаю их большими проблемами. То, что из серьезных проблем, которые я вижу в командах очень часто в последнее время, это оверинженеринг. Кто-то сталкивался с такими проблемами? Это когда ребята, технические специалисты делают супер фэнси технологии, которые на самом деле не нужны для реализации этого проекта. О, вот тут стало понятнее, да, больше рук? Я вам приду пример. Я зашел в одну команду. Это вот такой самый фейловый пример, который у меня, наверное, был. Я не успел, к сожалению, поработать в этой команде, потому что я только пришел, увидел, это они закрылись. Почему закрылись? Микросервисы, это хорошо или нет? Тут из технарей, кто знает. Ну, хорошая практика. Зависит. Вот это очень классный ответ, потому что, в принципе, микросервисы, все говорят, это круто, это модно, молодежно, надо это делать. У ребят, ну, так вот, по сморту проекта, у них было 25 микросервисов, у них была полная автомация всего, стопроцентный каверидж, у них было по нажатию кнопки все дипломы на продакшн, континьюс, деливери, там, все вообще, ну, в полнейшем шоколаде, 25 микросервисов, я повторюсь, они делали сайт-визитку. Заказчик был очень недоволен, ребята были очень довольны, они попробовали, в принципе, все трендовое, что можно было. У них не было скромастера, в принципе, но это вот тот момент, когда реально кто-то, да, если возвращаться к тайтлам, если есть какой-то там синер, либо техлит, либо еще кто-то, должен держать реально руку на пульсе, потому что, да, ждал. Вопрос, что делал продукт-донор, он ждал, ему разрисовывали, как классно подготавливают инфраструктуру, инфраструктуру брала просто, ну, класс, ну, реально класс. Нет. Ну, я же говорю, там не было скромастера, то есть там нельзя назвать это скромом, просто вот, как пример овер-инжиниринга, такой очень явный, который я вот в своей жизни реально лицезрел и был немножко поражен. А сайт выпустили в итоге? Да. Спасибо. Good, хорошо. По поводу того, что я сказал, что нужно держать руку на пульсе и чуть-чуть возвращаясь к тайтлам. Очень часто тайтлы, ну, нельзя от них уйти, да, потому что компания, очень много там аутстафинг, аутсорсинг компаний, в которых очень много команд и в них там какие-то грейды, перформансы, еще что-то, они в принципе основаны на этих там приставках middle, senior, там еще чего-то. Это от них, ну, это как идти против системы, это очень сложно уйти. Проще в продуктовой компании, которая независимо, можно попробовать от этого отказаться, но опять-таки давайте смотреть на реальность. Изначально говорилось о том, что у нас все такие замотивированные крутые профессионалы, в скраме все там, ну, чуть ли не стартим. По факту у нас же есть все-таки разные ребята, джуниоры, медлы, синеры. И тоже вот конкретный кейс, с которым я сталкивался. Два человека на одинаковой должности, ну, то есть no titles, и между ними возникает конфликт, потому что одна девочка, это были две барышники, я уже сказал, одна барышня себя чувствует, что она явно сильнее по уровню, это объективно действительно так. И она, в принципе, делает очень хорошую вещь для команды, она начинает подтягивать девочку, которая слабее. То есть она ее начинает немножко подкоучивать. Но, вот кто был на презентации Андрея Баглава, у нас же очень иерархические вещи, они нам очень свойственны из-за испокон веков, да, потому что было так все построено. А у них-то no titles, то есть она понимает, что ну хорошо, мы-то с ней примерно равны, что она мне учит. То есть она начала это воспринимать очень сильно в штыки, пришлось начинать это злаживать. Но потом опять-таки есть, зачастую там скрываются моменты, кто сколько зарабатывает, да, есть там неразглашение какое-то зачастую. Но мы все понимаем, что это очень легко узнать, как минимум ориентир, какой человек сколько зарабатывает при желании, если не знаете как, могу сделать отдельный доклад как, но это просто. И поскольку та девочка сильнее, естественно, она хотела больше денег, она получила больше денег, то есть эта барышня узнает, что зарабатывает больше, что там начинается еще больше конфликт, в результате пришлось там ну реально уже какие-то такие меры применять, то есть разводить по двум, сначала под командам, потом по двум командам, то есть там они явно не сработались. Могут быть такие нюансы, да, вот с этими иерархиями, потому что у нас все-таки в нашей культурной особенности, пускай в IT это не так явно выражено, но все равно есть там босс, есть синер, есть кто-то слабее и то, что я увидел, что в принципе эти иерархии, они скорее играют на руку для того, чтобы ребята понимали, что да, то есть это без перегибов, это действительно правильно сделано, что да, это синер, да, я могу у него спросить, он меня может подкоучить и вытянуть там на левел выше и так далее, и так далее. Какие у вас еще есть классные примеры, как зафейлить на уровне команды? Тем лид. Да, согласен. У кого есть тем лид в скром командах? И у меня тоже был, но одно время долго не было, потом начали появляться, я был удивлен, насколько тем лид вообще, то есть тем лид есть, скром мастер, есть все отдельные люди. Кстати, это можно совмещать на самом деле. Я был удивлен, насколько велико влияние тем лида в команде, то есть я немножко недооценивал, то есть я всегда думал, ну скром мастер, он же там все фасилитирует, ла-ла, по сути тем лид является очень как бы, очень авторитетным человеком в команде и он в принципе opinion maker. И с тем лидом очень неплохо работает в моем, ну в моем опыте. Единственное главное, чтобы это был правильный человек, чтобы за ним действительно команда шла в нужную сторону. К сожалению, команда, в которой я очень сильно почувствовал влияние тем лида, это было естественно, я туда пришел как консультант, это было негативное влияние. Человека одним днем уволили, там было много нюансов, но в принципе он молодец в плане того, что он как раз продавал овер инжиниринг очень хорошо, прям вот аж наверх, там продакт там и выше, и они хавали это, вот, и ребята делали то, что бизнесу совсем не нужно, но играли с классными в принципе инженерными решениями. Им было интересно, бизнесу не очень, пришлось это менять. Что-то хотел еще сказать про этот овер инжиниринг интересный на самом деле. Да, насчет очень крупных компаний, там без этого, это становится частью культуры, без этого трудно выживать, потому что есть перформанс эволюэйшн и там еще разные названия этого процесса, но это когда человек приходит и с ним там проговаривается, как что было сделано, что хорошо, где он улучшился. И, к сожалению, там приходится делать что-то такое, чтобы показать свой рост, потому что иначе ты не получаешь, ну это в очень больших компаниях, там Google и Microsoft часто этим страдают, точнее их инженеры, они начинают делать какие-то вещи чуть-чуть с овер инжинирингом, чтобы можно было показать свой рост, потому что в принципе это влияет на их эвалюацию, на их зарплату в конечном итоге и от этого просто очень сложно уйти. Более того, это был не мой кейс, но я слышал, что человек на эволюэйшн и ему сказали, типа ты молодец, вот последний год ты отлично работал, но последние до этого два года ты тоже отлично работал, то есть прогресса никакого. поэтому тут иногда вынуждается. И в принципе мы начинаем говорить про то, что уже какие-то вариации, то есть мы явно отошли сейчас от скромгайда, то есть мы добавили уже тайтлы, уже тимлиды пошли, там уже команда стала больше. Опять-таки какая проблема с большой командой? Просто человек, который отвечает, назовем ему скромастер, за фасилитацию, за коммуникации, есть формула из классического менеджмента – количество линий коммуникации. Оно обрастет в геометрической прогрессии. То есть если мы там говорим 9, 10, 11, ну окей, но если допустим уже 14 человек, то оно очень сильно вырастает и очень сложно это хендлить. И в принципе то, к чему я хочу подвести, что это неплохо экспериментировать, неплохо модифицировать все эти вещи. Наверное, вы слышали, что есть три уровня из японских вот этих всех модных вещей. Шухари, то, что сначала делай как предписано, потом можешь пытаться оптимизировать и потом забудь все правила, ты уже все, то есть ты гуру. Это, кстати, очень часто является причиной фейла, потому что люди сразу считают, что они где-то, ну если не на третьем уровне, то на втором точно. И в принципе в стандартной практике их можно не делать, потому что они что-то понимают уже в принципе зачем, все и как. И начинают сразу оптимизировать или сразу забывать все правила и делать как они считают нужным. Это очень часто не взлетает. Но менеджмент 3.0, может кто слышал, есть такое сейчас модное направление, они в принципе призывают праздновать фейлы, праздновать ошибки. Кто-то видел такую картинку когда-нибудь? И кто, кроме Андрея Баглая? Гуд. Тогда, я думаю, надо будет подробнее остановиться. Смотрите, что тут? Ну во-первых, зеленое – это то, что мы празднуем. Это так заспойлить наперед. Что у нас тут есть? У нас есть практики. Сюда можно вставить, например, скрамчик. То есть мы четко знаем, что поведение в виде каких-то хороших практик. Ну возьмем скрам, поскольку он себя зарекомендовал, что угодно. В каждой конкретной компании это могут быть свои практики, которые вы знаете, что они работают. То есть вы их делаете, вы получаете гарантированный результат. В каких-то отдельных случаях может что-то пойти не так. Конкретно в этих случаях, то есть тут вы ничему не учитесь. В принципе вы делаете уже рабочие практики, вы знаете, что они сработают. То есть тут никакого обучающего момента нет. Вот если что-то фейлится, вот тут начинается обучение. То есть начинается какая-то ретроспектива. Да, вы думаете стоп, 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 вроде делали все как всегда, что пошло не так, какие-то дополнительные вводные. И тут происходит обучение, мы понимаем, что ага, то есть чему-то научились. Противоположность, то есть ошибки. Можно заведомо делать полный булшет и практически гарантированно получится то же самое на выходе. То есть вот она красная зона, то есть делаешь все неправильно, получаешь фейл. То есть тут тоже все хорошо и легко и просто. Но делая даже заведомо провальные вещи, иногда в каком-то маленьком проценте случаев оно выстреливает. Вот бывает такое. И в этом случае тоже начинаешь анализировать и становится очень интересно, как такое могло произойти, что ты делал полнейшую фигню и оно выстрелило, оно сработало и все получилось. И это тоже очень классно усиливает обучение. То есть ты начинаешь докапываться, понимаешь, что ага, то есть вот этот конкретный маленький кейс из всего вот этого неправильного списка действий, он на самом деле рабочий, его можно попробовать повторить и если он опять сработает, то это уже статистика, можно его записать сюда. И то, что призывает Юрген в менеджмент 3.0 – это эксперименты. Это осознанные эксперименты. Естественно, тут нужно и важно сказать, что это такой safe environment. То есть мы не будем делать эксперименты, когда у нас через две недели важная выкатка и мы тут решили, окей, сейчас мы проверим, десять человек у нас лучше будут работать как две команды по пять или как одна по десять. Начинаем экспериментировать за две недели до релиза. То есть, наверное, это будет не лучшая идея, скорее туда пойдет, но в целом то, к чему призывается, это пробовать эксперименты и в этом случае, если все получилось, то это win-win. То есть мы сделали эксперимент, мы научились и получили success. Если мы зафейлили, мы зафейлили, но мы научились. Мы поняли, как делать неправильно. Это, в принципе, ложится на Kaizen, на ретроспективы, на постоянное улучшение. На этом гриде тоже очень легко проводить ретроспективы. Можно смотреть назад и понимать, что было сделано правильно, что было сделано неправильно. То есть в какую колонку у нас что попадает. И, грубо говоря, вы видите тут, что learning у нас максимальный обучение. Это то, к чему призывается, то, что не нужно бояться фейлить. Но эти эксперименты нужно делать осознанно. То есть из каждого этого фейла нужно выносить урок, делать правильные выводы и стараться быть вот в этой части, где практики и эксперименты, которые приводят к успеху. В принципе, если посмотреть Lean Startup, то Eric Rice тоже описывает немножко эту модель, чтобы boost turning. Никогда не бойтесь фейлить. И, в принципе, на этом у меня все. Там есть время на вопросы какое-то, да? Да, спасибо большое, Антон.